Речь пойдет о спермоспецифических белках, но не о всех, а только о части из этих белков. Очевидно, что если есть сперматозоиды, у них есть какие-то особые функции, им нужно двигать хвостом, нужно иметь специальные белки для того, чтобы проникнуть через оболочку яйцеклетки и так далее, то ясно, что у них есть белки, которые можно назвать спермоспецифическими. Но об этих белках мы говорить не будем, потому что понятно, для чего такие белки нужны, именно для того, чтобы такую специальную функцию выполнять. Но, как ни странно, оказывается, что в сперматозоидах есть белки, которые очень часто встречаются и в обычных клетках. Ну, очевидно, что поскольку для движения сперматозоидов нужна энергия, то, естественно, в сперматозоидах есть и митохондрии, которые эту энергию поставляют, и гликолиз. Гликолиз, вообще-то, довольно хороший такой энергетический путь, потому что он не очень эффективный, но такой достаточно надежный. В процессе гликолиза гликоза постепенно разрушается, а возникают в результате макроэргические соединения, ну, прежде всего, всем хорошо известная 1-1-3-фосфорная кислота. Ну и, казалось бы, есть фермент обычный, гликолизический, который есть во всех клетках и в микроорганизмах, у животных, везде. Причем это фермент такой очень распространенный. 10% всех растворимых белков, например, это глицеральдегетрифосфатогидрогеназа, который выполняет одну из ключевых функций в гликолизе, где-то в серединке она вот эти макроэргические соединения и делает. Ну и, казалось бы, что она вполне годится для того, чтобы поработать сперматозоидом. Действительно, так и происходит у большинства животных. Исключение составляют млекопитающие и некоторые рептилии. Ну, вот у динозавров не знаю, может быть, у динозавров тоже была такая специальная ситуация. Оказалось, что вот в сперматозоидах млекопитающих и, как я уже говорил, некоторых рептилий есть особый фермент глицеральдегетрифосфатогидрогеназа, который есть только в сперматозоидах и никогда не встречается в других типах клеток соматических. Зачем же она может быть нужна именно в сперматозоидах? Дело в том, что у сперматозоида, естественно, есть длинный хвост, который должен не только крутиться беспорядочно, но еще вот такими волнообразными движениями придавать прямолинейное движение этому сперматозоиду, чтобы он мог быстро и в нужном направлении двигаться. Жгутик или хвост сперматозоида должен делать такие волнообразные ондулирующие движения, и это движение должно происходить синхронно. Конец сперматозоида и начало его. Ясно, что энергию могли бы представлять митохондрии, которые находятся у основания этого жгутика, но тогда аденозинтрифосфат должен быстро проходить от начала жгутика до самого его конца. Это, в общем-то, непросто сделать, потому что длина жгутика достаточно велика. И что было придумано? Было придумано, чтобы гликолитические ферменты распределялись по всей длине жгутика. И для того, чтобы они никогда не уплывали из кончика жгутика в его начало, у них был сделан специальный якорь, который заставлял этот фермент встроиться в тело жгутика в процессе его формирования. Там есть так называемый фиброзный слой из множества белков. У самого фермента глицеральдегитрифосфата гиргеназа есть специальный такой якорь. И когда создается жгутик, вот этот фиброзный слой, туда же встраивается фермент. И получается, что длинный хвост сперматозоиды, и по всей длине есть вот этот фермент гликолиза, еще некоторые ферменты гликолиза и те, которые налипают на вот эти два уже заякоренных. То есть, неважно, что происходит в начале жгутика, субстраты для гликолиза распределены более-менее равномерно, и энергия поставляется именно туда, где она будет нужна. Оказалось, что, по всей видимости, когда-то произошла дупликация гена, который этот фермент глицеральдегитрифосфат гидрогеназа синтезирует. И постепенно в процессе эволюции у некоторых этот фермент постепенно исчезал, и оставался только соматический фермент. А вот у млекопитающих и у рептилий, может быть, в конце концов, и у динозавров, этот фермент все-таки остался. И не исключена возможность того, что именно благодаря такому ферменту, который сидит вдоль всего жгутика, обеспечивает правильное движение сперматозоидов, вот млекопитающие в конце концов стали на земле такими главными животными. Но это, конечно, уже спекуляции. Ну, в принципе, для человека, который изучает фермент, ну вот я, например, изучал этот фермент всю жизнь, мне, конечно, интересно, что есть фермент соматический, есть более-менее другой, который есть в сперматозоидах. Но возникает вопрос, имеет ли это какой-то смысл для остальных людей, которым, в общем-то, более-менее все равно, какой фермент где синтезируется. Оказывается, что можно сделать по крайней мере две вещи с использованием этого фермента. Ну, во-первых, и эта идея пришла в голову прежде всего американским исследователям, что надо сделать контрацептивное мужское средство для того, чтобы предотвращать нежелательную беременность и не мучить бедных женщин, а чтобы мужчины пелят какие-то таблетки. Эти низкомолекулярные соединения не будут влиять на гликолитический фермент, который сидит в соматических клетках, но будет инактивировать глицеральдогидрифасфатогидрогеназы, сперматозоиды, и они, бедные, не смогут двигаться. Ну, пока никаких успехов в этой области, ни в нашей стране, ни за рубежом достигнуть не удалось. Возможно, это связано с тем, что просто еще не очень хорошо этот фермент изучили. Есть, на самом деле, еще одна прикладная овечка, которая может возникнуть из этого фундаментального наблюдения. Я не говорил, но вообще-то ген, который синтезирует этот спермоспецифический фермент, он находится в соматической хромосоме, никак с половыми хромосомами не связанной. Поэтому можно сделать следующую вещь. Мы можем нокаутировать этот ген, то есть сделать так, чтобы он не работал, и тогда ясное дело, что все сперматозоиды не будут двигаться или будут двигаться хаотично, прямолинейно двигаться не смогут. Затем можно с помощью генных малипуляций включить этот ген или в х хромосому, или в у хромосому. Тогда у нас, соответственно, будут сперматозоиды, у которых х хромосомы с х хромосомой, например, они будут двигаться, а с у хромосомой не будут двигаться. Ну и наоборот, в зависимости от того, в какую хромосому мы этот ген включим. И ясно, что тогда мы можем по желанию делать или мальчиков, или девочек, ну дай бог этого не произойдет с человеческой популяцией, но это задача важная в животноводстве. Потому что в зависимости от того, для чего выращивают животных, нужно иметь или особи женского пола, или мужского. Например, в мясном животноводстве лучше выращивать только бычков, и тогда можно сделать так, что будут в основном бычки рождаться. Или если нам нужно получать молочное стадо, тогда нужно, значит, выращивать телят женского пола. И вот с помощью такой манипуляции, такие вещи-то, в общем-то, уже делают, можно таких вещей, такие вещи достигнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова